Нейронные сети – это мощный инструмент, обеспечивающий возможности для решения сложных задач во многих отраслях. Применение нейросети может значительно улучшить эффективность и точность принятия решений, что может привести к увеличению производительности и снижению затрат. Кроме того, эти технологии очень гибкие, что позволяет их использовать в различных отраслях. Искусственный интеллект выполняет сверхтяжелые задачи – считанные минуты, в то время как человек будет делать это гораздо дольше. Сегодня я покажу, на что способен искусственный интеллект на примере MidJourney. Но сначала ознакомимся, что это такое и как это работает. Что такое MidJourney и как его найти? Для начала откройте браузер и напишите в поисковой ленте MidJourney. Перейдите по первой ссылке в результатах поиска. Перед вами откроется веб-сайт MidJourney.com. Как видим, у него достаточно простой интерфейс, ничего лишнего. Для начала работы нам нужно нажать кнопку Join the Beta. После этого у вас откроется такое окно. Пройдем краткую регистрацию и у нас откроется Discord. На экране можно увидеть, какие изображения генерируют другие пользователи в реальном времени. Выберите в меню слева комнату Newbis. На самом деле комнаты Newbis могут быть под рандомным номером. У каждого нового пользователя будет разная нумерация. Переходим в одну из комнат Newbis и вводим команду Imagine. Команда Imagine генерирует уникальное изображение из короткого или длинного текстового описания. Для начала давайте рассмотрим простой пример. Пишем Imagine Prompt Computer on the Table. MidJourney сделал нам 4 варианта. Мы можем выбрать тот, который нам больше понравился. Но картинка не так идеальна, как нам нужно, поэтому мы будем использовать расширенные настройки Prompt. Prompt – это подсказка, по которой и будет генерироваться в ваших изображениях. Чтобы получить качественную картинку нужно как можно лучше описать то, что вы хотите видеть в итоге. Подсказки могут быть очень простыми. Отдельные слова или даже эмодзи создадут изображение. Очень короткие подсказки в значительной степени будут зависеть от стиля MidJourney по умолчанию. Поэтому для уникального вида лучше подсказка с более подробным описанием. Однако сверхдлинные подсказки не всегда лучше. Сосредоточьтесь на основных концепциях, которые вы хотите создать. Бот MidJourney не понимает грамматику, структуру предложений или слова так, как люди. Выбор слова также не имеет значения. Более конкретные синонимы работают лучше во многих обстоятельствах. Вместо большого попробуйте гигантский или огромный. Удалите слова, когда это возможно. Меньше слов означает, что каждое слово имеет более сильное влияние. Используйте запятые, скобки и дефисы, чтобы упорядочить свои мысли. Но имейте в виду, что MidJourney бот не сможет надежно их интерпретировать. Также бот MidJourney не учитывает использование прописных букв. Подумайте, какие детали важны. Все, что не было сказано, может вас удивить. Будьте насколько конкретными или расплывчатыми, как хотите. Но все, что вы упустите, будет рандомизировано. Быть нечетким – отличный способ получить разнообразие. Но вы можете не получить конкретные детали, которые вам нужны. Старайтесь четко определить любой важный для вас контекст или детали. Попробуем. Вписываем нашу команду максимально подробно. Наш запрос ждет запуска. Как мы можем видеть, наша картинка начала генерироваться. MidJourney сделал нам 4 варианта. Мы можем выбрать тот, который нам больше понравился. Как правильно строить промпт? Основная подсказка может быть одним словом, фразой или эмодзи. Более расширенные подсказки могут содержать один или несколько URL-адресов изображений, несколько текстовых фраз и один или несколько параметров. Image Prompts. URL-адреса изображений можно добавить подсказку, чтобы повлиять на стиль и содержимое конечного результата. URL-адреса изображений всегда размещаются в начале подсказки. Prompt Text. Текстовое описание изображения, которое вы хотите создать. Хорошо описанные подсказки помогают создавать удивительные изображения. Parameters. Параметры изменяют способ создания изображения. Параметры могут изменять пропорции, модели, программы для увеличения масштабирования и многое другое. Параметры идут в конце подсказки. Возможно, вы обращали внимание, что созданные в Миджорни картинки часто имеют определенную стилизацию. Под графики, пикселизация, изображения в стиле тех или иных лет. Такой эффект достигается с помощью специальных промптов стиля. Ведь одним из лучших способов создать стильный образ является определение художественной среды. Более точные слова и фразы помогут создать образ с соответствующим видом и ощущением. Разные эпохи имеют разные визуальные стили. Используйте название эмоций, чтобы придать персонажам индивидуальность. Полная цветовая гамма. Еще одной составляющей промпта являются параметры картинки. Это параметры, добавленные к подсказке, которые изменяют способ создания изображения. Параметры могут изменять соотношение сторон изображения, переключаться между версиями моделями Джорни, изменять, какой апскейлер используется и многое другое. На указанной странице все детально описано. Советую попробовать. Как создать картинку из нескольких изображений? Команда Blend. Это будет полезно в случае, например, если нужно доработать уже имеющееся изображение или сделать одно, объединив стили нескольких. Для этого воспользуйтесь командой Blend. Blend – это команда, которая позволяет быстро загрузить 2-5 изображений, а затем рассматривает концепции и эстетику каждого изображения и объединяет их в новое одно изображение. После ввода команды Blend вам будет предложено загрузить 2 фотографии. Перетащите изображения с жесткого диска или добавьте изображения из библиотеки фотографий с помощью мобильного устройства. Чтобы добавить больше изображений, выберите поле Optional Options и выберите Image 3, Image 4 или Image 5. Выполнение команды может занять больше времени, чем другие команды, поскольку ваши изображения должны быть загружены, прежде чем и JourneyBot сможет обработать ваш запрос. С уровень управления Смешанные изображения имеют соотношение сторон один к одному по умолчанию, но вы можете использовать необязательное поле Dimensions для выбора между квадратным соотношением сторон, портретным соотношением сторон или альбомным соотношением сторон. Специальные суффиксы прилагаются в конце Blend подсказок, как и любые другие Imagine подсказки. В Major есть и другие команды, такие как команда Ask – получить ответ на вопросы. Команда Help – показывает полезную базовую информацию и советы о MidJourney Bot. Команда Info – расскажет сколько у вас осталось времени для создания изображений. Команда Setting – настройка бота MidJourney. Способы быстрой генерации промптов для MidJourney. Если вам сложно собственноручно построить промпт для создания картинки или делать это просто не хочется, то в таком случае можно воспользоваться сервисами для создания промптов в MidJourney. Их много, и они разные. Давайте рассмотрим несколько примеров. Первый сервис для быстрой генерации промптов – это MidJourney Prompt Helper. Чтобы воспользоваться им, перейдите по ссылке в описании к видео. Как видим, дизайн максимально прост и доступен. Заготовлены стили, световые настройки, виды камеры, цветовые палитры и прочее. Выбираем нужные нам настройки и копируем промпт. После чего переходим в MidJourney, вставляем готовый промпт и нажимаем Enter. Ждем, пока сгенерируется изображение и выбираем один из четырех вариантов. Следующий на очереди у нас MidJourney Prompt Generator. Как видим, этот сервис отличается интерфейсом, но суть работы почти не отличается. Те же настройки и принцип работы. Ссылка в описании к видео. А теперь перейдем, как по мне, к самому комфортному помощнику. Расширение, которое поможет вам сгенерировать более детальный промпт. Это дополнение к ChatGPT. Оно называется IEPRM for ChatGPT. Установить его можно в расширениях Google Chrome. После установки открываем ChatGPT и видим, что расширение работает. Выбираем колонку MidJourney Prompt Generator и снизу выбираем Output English. Пишем наш старый запрос, который мы делали – Computer on the Table. И видим, как нейросеть пишет нам несколько вариантов промпта. Выбираем один из них и вставляем в MidJourney. Картинка генерируется. И мы видим, насколько лучший результат у нас получился. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Надеюсь, что наше видео помогло вам разобраться, как правильно пользоваться MidJourney и генерировать именно то изображение, которое вам нужно. В этом нет ничего сложного. Спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал Herman Software и до встречи.